22 февраля в Нижнем Новгороде в финале Кубка Берна встретились Старые Друзья и Западная Башня. Обе команды прошли через тяжелейшие бои. Однако одна имела в своем активе три поражения, а другая шла на серии из шести побед. Правда, прямо сейчас это ничего не значило. Один бой мог перевернуть все с ног на голову. Меня зовут Макс Юн, это канал АБСБ. Салют, друзья. Давайте сначала разберемся, что это вообще было за турнир и как такой финал стал возможным. А для этого познакомимся с регламентом турнира Кубок Берна на мероприятии Стальной Медведь. Команды составляют две конференции. Берн и их соперники. В каждое одинаковое количество слотов. При этом внутри конференции команды не сражаются. Но они сражаются со всеми командами противоборствующей партии. После группового этапа происходит расчет очков. И команды сражаются уже с командами с другой конференции в соответствии с занятыми местами. И вот бой двух самых результативных команд определяет, кому в итоге уходит большой Кубок Берна, а кому малый. Формат этот не новый. Он просто хорошо забыт. Раньше было как минимум два турнира по схожей системе. Это была Россия против Украины и Берн против всех. Отличие лишь в том, что то были турниры по профбоям. А сейчас организаторы вспомнили этот формат, решили его возродить и переосмыслить для групповых боев. Кстати, то же самое было с Кубком Динамо. Если кто-то не знает, в прошлом это было сугубо дуэльное мероприятие. Итак, как я сказал, в финале встретили Старые Друзья и Западная Башня. После сложнейших трех раундов Кубок Берна уехал в Питер со старыми друзьями. Турнир, который ни Битва нации, ни Бугурт Прайма, ни Кубок Динамо принес команде самый ценный трофей в ее истории. И вот как это произошло. Разумеется, наша команда ехала на этот турнир в полном боевом настроении. Нас ждали шесть сильнейших соперников, где главную опасность представляли Боярд и Западная Башня. Тем не менее, и оставшихся список счетов мы не собирались. Это спорт и все способны удивлять. Тем не менее, главными претендентами на первое место внутри конференции Берна были Медвежья 5 и Партизан, как безоговорочные лидеры. Старые друзья по умолчанию считаются третьей по силе команды в клубе. И вот именно этот факт, я считаю, принес нам первое место в конференции. Турнирная сетка сложилась таким образом, что в первом же бою мы встречаемся с Боярдом и следом за ним с Западной Башней. Две самые сильные команды в самом начале турнира без прелюдии разминки. Первый бой начинается с того, что Шейн бросает Русанова на первых же секундах. Преимущество сразу у Боярды это не внушает никакого оптимизма. Тем не менее, Львы никак не могут реализовать свое преимущество. И в какой-то момент я сношу Ромадина, тем самым уравнивая счет. А дальше у Колова настигает проклятие сломанного топора. Сначала я срубаю ему древко, а потом два взятых на замену топора не выдерживают мощи уже его ударов. Мы размениваемся с Лапиком. Счет 3-3. И тут Илья Прус размочил ситуацию эталонной потечкой бросая у Колова. Дальше Савва Соколов, Илья Прус и Иван Вареников сломили сопротивление Боярда. Было ли это неожиданностью? Думаю, что для многих да. Смог ли Боярд как-то исправить ситуацию в втором раунде? Нет. И вот тут главным красавчиком оказался Ярослав Русанов, который при счете 3-2 в пользу Боярда сначала сравнил счет бросая Лапика, а потом заработал преимущество, выведя у Колова из боя. Против Руслого бойца из Боярда остались Артем Васильев, который, значительно уступая в габаритах, надежно удерживал его. И Ярослав Русанов, который осыпал его ударами. К чести бойца из Боярда стоит сказать, что Русанов и Васильев так и не смогли сломить его волю. Бой окончился со счетом 2-1 после течения времени. 2-0 по раунду. Старые друзья побеждают Боярд. А через час нам предстоит встретиться с другой очень сильной командой. Западная башня всегда опасна соперникам. Они побеждали нас много раз. Но и мы их нередко. Бой начался очень энергично. И мы на первых же секундах заработали преимущество. Правда, в основном из-за того, что Максим Юнышевский споткнулся, не сладился к гравитации и эпично упал. А мы ему не мешали. Как он падал! Как он падал, товарищ! Дальше весомый вклад внесла Алибарда Русанова, которую он расстреливал у шкульников. Выбил двоих, а потом его снес Агеев. Тем не менее, 4-2 преимущество у старых друзей. А у западной башни на ногах остались Агеев и Саванович. Они очень стойкие мужики, но даже они не смогли переломить ход боя. Победа в раунде у старых друзей. Во втором Ярик опять демонстрирует, что у него в арсенале появился удар, который больше нельзя игнорировать. Как срубленный падает боец западной башни, после чего Русанов переключается на спину Агеева. И знаете, что тут сделал? Поймал древко, летящий в него Алибарда ладонью. Как в кино. Как бы круто это ни было, Русанов свою Алибарду все-таки освободил и вырубил еще одного бойца из западной башни. А Савва Соколов и Иван Вареников утянули на землю другого. Пять в два – шикарное преимущество для старых друзей, и Иван Вареников заканчивает этот бой, атака из слепой зоны, снеся Агеева. Западная башня и бояр побеждены. И побеждены уверенно. Есть понимание, что если не сбавлять темп, то вполне можно оказаться на первом месте в нашей конференции после группового этапа. Не факт, что медвежий пять и партизан справятся с топовыми командами лучше. И дело не в том, что они слабее нас, ни в коем случае, скорее наоборот. Именно это я считаю причиной наших первых побед. Боярд и Западная башня просто не были готовы к тому, что старые друзья сегодня в такой форме. Мы встретились в самом начале турнира, и они просто не видели наших боев, и не подготовились. Но вот те, с кем нам предстояло сражаться дальше, наши бои уже видели, и теперь они были готовы. И хоть оставшиеся четыре команды, очевидно, слабее, чем Боярд и Западная башня, нельзя сказать, что бои с ними были проходными. Отнюдь. НСК из Новосибирска дали очень тяжелый и язкий бой, особенно второй раунд. И хоть мы победили, этот бой один из самых тяжелых, не считая финального. Второй раунд закончился в нашу пользу, да. Но он закончился по истечении времени и со счетом 2-1. Дальше был бой с Конга, с Урала. И тут все прошло уверенно, без сучка и задоринки. Победа, и мы отправились на обед. Нет, весь дальнейший день я жалел, что этот перерыв был, потому что поев и немного сбросив напряжение, мы все как будто бы расслабились и встали. Хорошо, что остались не самые сильные соперники. Тем не менее, Тверской Тверд дал очень хороший, сильный и вязкий бой, где мы оставили много сил. А вот бой против последних самураев в Балтике получился таки зрелищным и мясным. В основном за счет мясника Ильи Пруса, который, как безумное животное, с эллибарда убивал бедных парней с ПСБ. Можно смотреть вечно. Там, правда, был нюанс, что самураи выходили вчетвером, и имела место некоторая джентльменская договоренность, которую Илья недопонял, и он вышел в бой чуть раньше, чем его ожидали. Да, он дурной. Но как эллибардист-дровосек, очень хорош. Как бы то ни было, основная стадия боев была позади. Старые друзья выиграли всех своих соперников. Но Медвежьи 5 и Партизан тоже выиграли всех своих соперников. Тем не менее, подсчет очков говорит, что сегодня старые друзья показали лучший результат. Это не значит, что в этот день мы были сильнее наших коллег из Партизана или Медвежьей пяди. Мы все выиграли одних и тех же противников. Но старые друзья сегодня делали это чище. Вот о чем говорят очки. Все это значило, что в финале за Кубок Берна предстоит сражаться именно нам. А на другой стороне реставрающего нас будет ждать Западная башня, которая во второй раз, вероятно, не повторит ошибку, не дать с них нашу команду. Сказать, что на нас лежала колоссальная ответственность, ничего не сказать. Кто-то может посчитать, что я преувеличиваю, но по уровню эмоционального напряжения этот бой был сравним с финалом Битвы Наций. Напоминаю, что к нашему бою прошло уже 6 боев, где представители конференции Берна встречались с представителями противоположной конференции, занявшими соответствующие места. И во всех этих боях команды Берна победили. Но все это могло быть перечерпано, если бы мы проиграли, а Кубок Берна уехал в Калининград вместе с Западной башней. Первый раунд начался так, как мы ожидали. Практически сразу шкуйники прижали наших бойцов к ограждению и навязали им личное противостояние. На центре же остался лишь я, Евгений Агеев. Я как мог пытался отвлекать его от спин своих парней, но тем не менее, пожалуй, в тот момент я был самым бесполезным человеком на ресталище. Хоть мне показалось, что я делал свою работу долго, Агеев все-таки в какой-то момент прижал меня к ресталищу и поймал на подсечку, когда я пытался от него ускользнуть. Дальше дело у шкуйников пошло проще. Они методично наращивали свое преимущество, и в финале раунда вчетвером забивали Ваню Вареникова и Ярослава Русанова. Это было очень жестко. Мы кричали парням, чтобы они сели, чтобы они подставлялись, но они решили растягивать это сомнительное удовольствие как можно дольше. Мы просто хотели, чтобы они вымотались. Замены у них нет, позже сказал мне Иван Вареников. Первым упал Ярослав Русанов, и раунд закончился. Во второй раунд пошли без легковесов. Первого раунда решили, что счета и не было. Начали все заново. Илья Прус получил возможность и не щадил спины Западной башни. Он рубил их, как деревья. Савва Соколов и Ваня Вареников вдвоем растянули и бросили одного из бойцов Западной башни, после чего Ваня совершает забег ярости и мощным толчком в грудь сносит очередного ушкуйника. Наших осталось четверо, а их двое. Саванович и Агеев. Саванович принимает решение не повторять предыдущего раунда, но теперь в роли жертвы, и садится на колено. Один-один по раундам. Наши парни измучены, но вдохновлены. Капитан Артем Васильев принимает решение не менять состав. Третий раунд начался стремительно. Багодин Юсупов, если я не ошибаюсь, атакует Ярослава Русанова и улетает через ногу, но утягивает Ярика с собой. Илья Прус опять получает возможность и дважды сильно бьет Савановича по спине, так что тот подогнул ноги, но из боя не вышел. Продолжить Прусу уже возможности не дали. Бойца ЗБ сажают за поломку снаряжения, но, черт возьми, Михаила Панченко в ту же секунду сажают за то же самое. Саванович принимает оружие у ассистента, но получает удар в затылок от летящего в него Савва Соколова. Савва зажимает ногу Савановича сзади и наносит безответный удар. Саванович пытается перебросить Соколова через себя, ошибается и падает сам. В наших, наконец, преимущество. Соколов и Прус гоняют Агеева пристали еще до тех пор, пока в другом углу Вареников не бросает Мушевскую. Все, победа. Старые друзья преодолевают сложнейших соперников, дикое эмоциональное напряжение и выиграют Кубок Берн 2021 года. Помните, в ролике про старых друзей я говорил, что над командой есть некоторое проклятие команды «Почти». Мы всегда могли победить Западную Башню, Боярд и другие топовые команды, но мы никогда не могли сделать это в один день. Теперь получилось. И да, кто-то может сказать, что вначале нам повезло, что Боярд и Западная Башня просто не ожидали от нас такой сильно тренированный, замотивированный состав. Вот ссылочка. Но финальный бой показал, все закономерно. Случившиеся не случайность. Вот за такие неожиданные повороты, искренние эмоции, накал страсти, я и люблю спорт, как явление, и все это наше СБ в частности. Помните, выше я сказал, что этот трофей – самый ценный в истории старых друзей. Казалось бы, это не такое громкое и раскрученное мероприятие, как Битва наций, Бугурт Прайм или Кубок Динамо. Участников гораздо меньше, а сам турнир не имеет международного статуса. Но вы посмотрите на список участников. Здесь не хватает только White Company из Англии и князя до Украины для полного мирового топа. Более того, сама система конференций исключает частую историю, когда в финальном круге команды из Берон друг с другом не дерутся, а вот парни из Боярда, Западной Башни и другие к финальному бою подходят более сложной сеткой. Нас можно за это не любить, можно относиться с пониманием. Не для нас это командный спорт, и мы так делаем. Это не мы придумали. Этим известны авто и велогонки, к примеру. Короче, мы сейчас не о том, хорошо это или плохо. Хотя я уверен, что вам есть что сказать, можете в комментариях чувствовать себя вольготно. Еще раз, мы так делаем. Но не сегодня. Сегодня был настоящий финал, где на кону стояло все. А оступиться и перечеркнуть все победы дня было очень просто. Именно поэтому Кубок Берон 2021 года я считаю самой ценной победой старых друзей на данный момент. Состав, который сделал это возможным. Евгений Дюсявичус, Артем Васильев, Капитан, Иван Варенников, Илья Прус, Ярослав Русанов, Сава Соколов, Михаил Панченко и Максимил. Кстати, пять из этих восьмерых занимаются относительно недавно, не больше трех лет. И в СБ пришли благодаря проекту школы СБ. Напоследок я хочу поделиться мнением о самой системе конференций. На мой взгляд, это очень крутая тема. Зрители получают настоящий финал. А не так, что выходят две команды изберной, друг с другом не дерутся. Цена этого финального боя чудовищно высока. С одной стороны, у нас команда, которая не проиграла ни одного раунда, но все может потерять. А с другой, команда, которая имеет в активе три проигрыша, но одной победой может все перевернуть с окна голову. Это немного не спортивно? Ну, может быть. Зрелищно, эмоционально и напряженно? Да, конечно. В большей степени этот формат вносит изменения именно для зрителя. Бойцам по большому счету пофигу, они свои очки собрали. А вот зрители получают качественное зрелище, удерживающее напряжение и интригу до самого конца. А еще такой формат, как мне кажется, легче продавать. Конференции же можно формировать вообще по любому признаку. Ну, первое, что приходит в голову, это эксплуатация традиционных противостояний. Ну, вот представьте себе турнир конференции. Англия, Франция, Швеция, Финляндия, США, Канада и так далее. Зрителю сразу понятно, за кого нужно болеть. Это не 10 неизвестных команд, из которых ему нужно выбрать одну. Это свои против чужих. А вот какой это спорт уже уходит на второй план. Это может быть хоть подводный биатлон. Кроме того, турнир обычного формата не способен удерживать зрительский интерес на протяжении всего времени. Ведь его команда сражается раз в час. А вот здесь в каждом бою есть за кого болеть. В каждом бою есть свои. Знаешь, типа, Вилабаджо против Вилариба. То есть Вилабаджо будет за них болеть просто потому, что это свои чуваки. Пофиг во что. Потому что главное, что они нахерачивают Виларибу. Достаточно нехитрым образом зрители получают эмоциональную привязку к происходящему. Это становится личным. Ну, правда, если мы говорим о шоу, то 6 команд в каждой конференции это слишком много. Это 42 боя. 9 часов ни один зритель не выдержит. Нужно как-то поменьше, чтобы уложиться, ну, часа в 3. Ну и последнее. Обычно традиционное противостояние это противостояние соседей. Это тоже может быть удобно. Вам не нужно будет на турнир звать гостей с другого края земли. Ну и плюс можно поиграть с локацией. Скажем, сегодня мы проводим турниры на нашей территории, а в следующий раз на их территории. Много мыслей вложил в этот ролик. Спасибо, что досмотрели. Любите ЕСБ. Болейте за старых друзей. Мы того стоим. Пока, друзья. Значит, что мы сегодня были сильнее. Нет, это очень тяжело говорить и хватает. Ладно, так оставим. Дальше дело у шкурников. Ну, тут, типа, немножко драма. Самый ценный победой старых друзей на данный момент. Может, я просто повезу. Слушайте, вообще, если продолжать эту тему с конференциями, то есть у нас можно провести турнир Вилариба и Вилабаджа. Левая палочка и правая палочка Твикса. То есть, прикиньте, такой турнир по боям 5 на 5 в честь левой, либо правой палочки Твикса. Можно еще какую-то с ними коллаборацию замутить. Может, они проспонсируют как-то чуть-чуть. Подумайте об этом. Просто обязан. Все всегда ждут от Юна чего-то. О, хорош, да, да, Юн. Молодец, он ждал, ждал. Нам тут написали, я и забыл, какой Юн мелкий. Говорит, что? Главное, как ты им работаешь. Это я сейчас про топор. В случае Юны это сабли.